Всем привет, у микрофона Веля. Эту историю я рассказывал на стриме, но думаю, что этому событию нужно посвятить отдельный ролик. Вы часто встречаете читеров в стендов 2? Думаю, каждый из вас получал ваншот через стены и умирал от гранаты, которые кинули в начале раунда через всю карту вам на респаун. Да, в этом ролике я буду говорить о читах и багаюзерстве как об одном целом. Недавно я забанил читера с довольно дорогим инвентарем. Как я это сделал, смотрите в этом ролике. И обязательно досмотрите его до конца. Ведь в конце у меня есть для вас очень интересное предложение. Но пока вы смотрите это видео, на моем втором канале тоже вышел ролик. Вы его найдете по ссылочке в описании. Всех вас жду. Многие спросят меня, Веля, откуда у тебя керамбит голд? А я скажу, что по ссылке в закрепленном комментарии вы найдете большие выигрыши и быстрые выплаты. А также много киберспортивных дисциплин. А по моему промокоду вы получите 6500 рублей бонусом к своему депозиту. Промокод и ссылка в закрепленном комментарии. Ну а мы погнали к ролику. Это был обычный стрим, где я со своими подписчиками играл в закладку бомбы. Все было нормально. Мы играли, веселились. Я общался с чатом и рассказывал смешные истории. Вот началась новая катка. Первый раунд. Все закупают юспейдиклы и гранаты. Но что-то пошло не так. Я очень редко встречаю таких наглых читеров. Что у нас еще получается? 5 на 4? А, ну во, 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 красава! Так, ну что, мы погнали. Погнали. Опа-на, подожди это. Какой у него был никнейм? На этом отрывке прекрасно видно, как у противника в первом раунде было оружие АКР. Внимание, в первом пистолетном раунде. Что это может быть? Это чит. Мы начали гуглить список читов, чтобы понять, как это произошло. Нет, это не может быть обычный баг. Так как после разминки все оружие и показатели обнуляются. ВХ даст вам возможность видеть всех игроков на карте. Спидхак, большую скорость передвижения. Но каким софтом пользовался наш подозреваемый? И тут все очевидно. Манихак. Что такое манихак? Дословно переводится как взлом на деньги. То есть, у подозреваемого всегда будет максимальное количество денег в игре. И даже если команда проигрывает и надо проводить эко-раунд, у него будет АКР или АВМ. Это огромное нечестное преимущество. Также за ним были замечены другие подозрительные активности, такие как АИМ. Похоже, у подозреваемого был сборник читов, который включает в себя не только манихак, но и различные другие читерские приблуды. Самое страшное, манихак очень сложно палиться. Так как если бы он сделал читерскую закупку посреди игры, доказать его виновность было бы очень сложно. Благо нам попался глупый подозреваемый и с самого начала раунда он решил сделать фулл закуп. Это неоспоримое доказательство в его виновности. Теперь я расскажу, как мы забанили подозреваемого. У нас на руках были все доказательства его нечестной игры. Также ID профиля нарушителя. Дальше мы просто переходим в официальное сообщество стендов 2 и пишем репорт на него. Все, читер забанен. Он потерял всю голду, накупленную статистику и скины. Это был жирный аккаунт и похоже наш читер только-только решил ворваться в нечестную игру и у него не было в этом опыта. Этим роликом я также хочу донести до вас, что если вы используете читы, рано или поздно вас настигнет бан. А теперь задайтесь вопросом, стоит ли терять аккаунт ради легких киллов в игре, ради искусственного превосходства. Как вы думаете, почему честные игроки начинают пользоваться читами? Напишите об этом в комментариях. Самое смешное, что еще год назад я делал отдельный ролик о читерах и проблема никуда не исчезла. Читеры — огромная проблема игровой индустрии на сегодняшний день. Неважно, какой античит у игры, его можно обойти. Неважно, какие алгоритмы отслеживания читеров у этой игры, его можно обойти. Читерство не победить постоянными обновлениями античит-системы. Его можно только отсрочить. Как же тогда бороться с читерством? На самом деле все очень просто. Нужно усложнить поиск этих самых читерских программ. Действительно, если вбить запрос «Стрим с читами», то можно увидеть от двух до восьми стримов, где открыто стримеры показывают, как обойти античит-систему и демонстрируют чит-программы. Да ладно, демонстрируют. Эти стримеры прямо в прямом эфире продают читы. Теперь внимание! Я хочу из этого сделать полноценную рубрику, где я нахожу читеров и баню их. От вас мне потребуется только одно — поддержка этого ролика. Поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал с колокольчиком. И обязательно, просто обязательно поделитесь этим роликом со своими друзьями, честными игроками. Вместе мы сможем противостоять читерам и каждого забаним. Ведь мы армия! Нас 380 тысяч! У микрофона был Веля. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!